Приветствую всех зрителей и подписчиков! Сегодня наше видео будет посвящено не совсем обычной машине, а необычна она была потому, что, имея внешние черты легкового автомобиля, предназначалась для иных целей, да и к тому же в этом автомобиле был ряд технических решений от танка. Какие именно, вы узнаете в этом видео. Не переключайтесь. Появление МАС-541 напрямую связано с развитием пассажирской авиации в 60-х годах прошлого века и появлением новых тяжелых самолетов, вмещавших большое количество пассажиров, что в свою очередь потребовало разработку новых типов тягачей для буксировки самолетов на аэродромах. Разработать новый мощный аэродромный тягач для нужд СССР было поручено Конструкторскому бюро Минского автозавода. Проектирование и разработка тяжелого тягача для буксировки воздушных судов массой до 85 тонн начались еще в 1956 году. Министерство автомобильной промышленности СССР дало руководству Конструкторского бюро МАЗа поручение создать специализированный аэродромный тягач. В то время мощности обычных грузовых автомобилей уже не хватало для буксировки современных авиалайнеров. Но тяжелые самолеты все равно нужно было перемещать по аэропорту, и для этих целей аэродромные службы многих больших аэропортов СССР стали применять военные МАЗ-535, которые уже выпускались и имели все необходимые характеристики для буксировки лайнеров. Однако у них имелся один существенный недостаток – большая высота машины. Для сцепки с самолетом приходилось значительно удлинять буксировочную штангу. Еще одним негативным моментом была очень плохая обзорность при движении назад. Новую машину стали проектировать, учитывая все особенности буксировки многомоторных самолетов. Для лучшей обзорности кузов автомобиля получил очертания, очень напоминающие силуэт легкого седана. Но существенным отличием от обычной машины стали большие габариты. Причина, по которой дизайнеры Минского автозавода предпочли столь смелый дизайн для утилитарного тягача, неизвестна. Однако можно предположить, что необычной внешностью тягач должен был произвести впечатление на иностранцев уже в аэропорту. В глазах иностранных гостей МАЗ-541 был еще одним достижением советской авиационной промышленности. Выкрашенная в цвет светлая охра машина производила непередаваемое впечатление, когда ехала по просторной площадке, прежде чем подойти к прибывшему из-за границы лайнеру. Иностранцы, сходившие с трапа, старались непременно сфотографировать гигантский легковой автомобиль. Интересен был и тот факт, что МАЗ-541 был построен на балластной схеме, то есть конструкторы намеренно сделали его неимоверно тяжелым. Автомобиль весил около 28 тонн. МАЗ-541 по праву можно считать самым крупным седаном в истории автомобилестроения. Для обеспечения необходимых тяговых усилий и сцепления с бетонным покрытием аэродрома машину уснабдили колесами, имевшими разный размер. Спереди были колеса от грузового ЯАЗ-214, сзади от карьерного самосвала МАЗ-525. Очертания машины от этого приобрели еще более мощный и необычный вид. Готовое изделие было отправлено на аэродром Внуково для прохождения испытаний. В широкой трехместной кабине было установлено два рулевых колеса и два поста управления. Посты в кабине были расположены по диагонали по отношению друг к другу. Это было сделано для того, чтобы при маневрировании возле воздушного судна можно было обеспечить необходимый уровень безопасности. Машина была оснащена полным приводом. При этом привод на передние колеса был отключаемым. МАЗ-541 приводился от движения 12-цилиндровым дизелем Д-12А. Данный двигатель был не что иное, как модернизированный танковый дизель В-2, который использовался на бронетехнике РККА в период Великой Отечественной войны. Расход дизельного топлива при мощности 300 л.с. составлял 130 литров на 100 км или 45 литров на час. МАЗ-541 мог развить максимальную скорость в 30 км в час. Дизельный двигатель В-образный 12-цилиндровый, 4-тактный водяного охлаждения со струйным распылением топлива. Объем 38,8 литра, степень сжатия 14-15, расположение цилиндров под углом в 60 градусов, номинальная мощность базовой модели 500 л.с. Также производились модификации двигателя мощностью 375, 400, 450 и 600 л.с. Коробка передач трехступенчатая с двумя пониженными передачами, привод 4х4. Кроме того, МАЗ-541 обладал двумя стационарными пунктами управления и, следовательно, имел парный набор рулей, педалей и селекторов КПП. Так было сделано для того, чтобы автомобиль мог ездить назад и вперед не разворачиваясь. Разворот при массе автомобиля становился большой проблемой. Вращение от карданного вала и раздаточной коробки передавалось на колеса посредством полуосей с фланцами на конце, которые служили местом крепления колесных дисков. Обе подвески рессорные, усиленные. Кронштейны. Крепления позаимствованы у грузовых автомобилей МАЗ-525. Рессоры собраны из параболических листов с нижней поддержкой. Благодаря низкой прогибаемости пакета ход тягача был жестким, однако смягчать рессоры не стали, так как была опасность их проседания и поломки под собственным весом автомобиля. Поворотные кулаки передних колес шкворневой конструкции, а также червячный гипоидный механизм руля взяли от военного грузовика МАЗ-535. Водителю приходилось прилагать максимум усилий для того, чтобы повернуть рулевое колесо. Поэтому на должность шофера тягача принимали исключительно крепких и рослых солдат из роты обслуживания аэропорта. МАЗ-541 получил и некоторые решения, характерные для легковых автомобилей того времени – модную сдвоенную головную оптику, хромированную радиаторную решетку. А некоторые машины имели двухцветную окраску кузова. Пробная эксплуатация первой машины показала высокие результаты. Тягач был испытан при буксировке самолетов Ил-62, Ту-114 и Ту-144. Его характеристики отвечали высоким требованиям, предъявляемым к аэродромным тягачам. Карьера этих автомобилей была недолгой и продолжалась чуть более 10 лет. С появлением таких лайнеров, как Ту-154 и особенно Ил-62, потребовался более мощный тягач. Всего было выпущено три МАЗ-541, хотя первоначально серия должна была состоять из 12 машин. В 1970 году единственный в своем классе седан-тягач был отправлен на пенсию, а несколькими годами ранее Аэрофлот аннулировал заказ на оставшиеся 9 машин. Судьба трех выпущенных МАЗ-541 неизвестна, но скорее всего все они были утилизированы. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если наше видео вам понравилось и конечно же обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok